друзья всем огромнейший привет на связи константин компания priority авто продолжаем показывать вам популярные автомобили которые приобретают наши клиенты под заказ из разных собственно стран из японии кореи и китая в сегодняшнем выпуске будут популярные автомобили привезенные напрямую из южной кореи в этом видео вы увидите kia sportage hyundai grand starx и саньонг rexton g4 погнали и первым выезжает наш тяжеловес hyundai grand starx когда вам нужно возить собственно большое количество людей этот автомобиль придет к вам на помощь у нас интересная модификация тем что она полноприводная во-первых под капотом два с половиной литра turbo дизель на 176 лошадиных сил насколько сейчас помню и с пробегом всего 46 тысяч километров в хорошей комплектации с двумя печками с подогревами переднего ряда и второго ряда и в целом кожной обивкой салона руль соответственно у нас с левой стороны так как автомобиль приехал из кореи двигатель у нас дизельный работает в паре с автоматической коробкой переключения передач что является там для некоторых пользователей определяющим фактором при покупке автомобиля клиренс у этого автомобиля очень хороший 190 миллиметров плюс обратите свое внимание на оптику до автомобиль в целом если посмотреть объективно то есть для задних пассажиров открывается небольшая форточка и нету каких-то стеклоподъемников автоматических либо там механических но открывается довольно легко но при этом оптику сделали также линзовую есть небольшие там какие-то лет полосочки также есть противотуманные огни и в целом автомобиль с виду достаточно современно выглядит хоть и в нем есть отголоски груза пассажирского автомобиля так как у него в целом есть модификации которые предназначены для перевозки грузов ну к примеру это toyota хайс до из японии противопоставить да собственно можно этому автомобилю к так как у того и у того автомобиля есть собственно модификации для пассажирских перевозок а есть чисто для грузовых перевозок ну и в соответствии с разным типом этих автомобилей будет по-разному рассчитываться пошлина будут они по-разному то можно вот к примеру этот автомобиль таможился на физическое лицо то есть он завезен в личное пользование и никаких проблем с оформлением собственно не испытывает и при наличии 9 мест у него нет опять же никаких проблем с оформлением из того что руль находится с левой стороны хоть автомобиль и выглядит громоздким снаружи внутри у него на самом деле не так уж и много места при наличии то есть девяти посадочных мест здесь на самом деле наверно самых маленьких корейцев можно разместить собственно это непредзатое отношение извиняюсь но просто если туда сядут вот все люди моего роста там моей комплекции на третьем ряду мы вряд ли даже втроем сядем собственно и поэтому самые комфортные места это передний ряд собственно водитель с пассажиром и второй ряд сидений третий четвертый ряд придется потеснится подвигаться и хочу обратить внимание что четвертый ряд сидений это собственно такой сплошной диван который никуда не убирается вы можете но максимум его опрокинуть либо перевозить по рельсам так чтобы еще опрокинуть нужно а извиняюсь поднял саму сидушку в общем никуда его не денешь и не сделаешь себе большой багажник это один собственно из минусов плюс форточка про которую я говорил это вот фишка самих корейцев допустим hyundai grand star x не самый топовый какой-то люксовый автобус но вот у них есть hyundai staria до в котором есть все куча опций массажные кресла присутствуют там капитанские кресла люки просто космический автомобиль и вот для задних пассажиров сдвижных дверях тоже стеклоподъемники они не автоматически они отсутствуют в целом просто и там тоже обычная форточка не знаю почему корейцы так и решили делать но если задней стороны смотреть то немножко напоминает такой брони автомобиль возможно инкассатор но чисто вот по-корейски выглядит вот правильно наш видеооператор игорь подметил что с виду автомобиль выглядит как будто как бы рабочие но садишься внутрь качественная обивка сидений здесь присутствует выглядит уже все как-то по-богатому есть продувы и подогревы передних сидений подогревы второго ряда сидений кстати полный привод что немаловажно это отключаемый полный привод но и управление второй печки также с водительского места доступно штатная аудиосистема у нас стоит также присутствует подогрев руля есть ну может быть не адаптивный но круиз-контроль в целом присутствует единственное что приборная панель она довольно такая старая обычная и ну собственно вписывается в общий вид этого автомобиля потому что если здесь на приборной панели конь лет дисплей бы был бы да там ультрамодный наверное он бы в общий дизайн этого автомобиля не вписывался пробег еще расскажу если не говорю 46 тысяч километров уезжает данный автомобиль в город москву для нашего клиента приобретен напрямую в южной кореи и скорее всего по железной дороге отправиться в москву возможно на автовозе там уже решим по цене собственно потому что сейчас цены на доставку они просто вот космические друзья напишите пожалуйста в комментариях как вам вообще с виду этот микроавтобус ну я бы сказал это полноценный такой микроавтобус для перевозки пассажиров хотя но опять же повторюсь что возможно не для всех удобно будет сидеть внутри этого микроавтобуса на водительском месте вообще супер смотрите у меня даже кожаная оплетка руля присутствует ну и самый главный момент идеально состояние этого автомобиля 2018 год выпуска минимальный пробег 46 тысяч километров одна из лучших комплектаций стоимость 4 миллиона 100 тысяч рублей противопоставить что-то этой покупки но тяжеловато потому что из японии собственно сейчас что-то подобное и не привезешь особенно с таким объемом двигателя покупать mercedes за эти деньги до такого плана тоже вряд ли получится что у нас там mercedes vita наверное новые если брать с таким пробегом в таком состоянии но вряд ли получится плюс этот микроавтобус вообще не беганный по россии до одно из преимуществ заказа напрямую что машина не будет бегать по россии и вы будете собственно первым хозяином следующий автомобиль у нас собственно будет для любителей полноразмерных кроссоверов а именно данная марка автомобиля она очень популярна в приобретении напрямую из южной кореи это марка саньонг конкретно модель у нас будет сегодня rexton g4 и в топовой комплектации данная автомобиль под капотом у него 2 и 2 литра дизель турбодизель на 181 лошадиную силу автомобиль у нас с полным приводом расход топлива у такого автомобиля от 10 литров на 100 километров по каталогу конечно заявлено от 8 с половиной литров на 100 километров но я думаю больше и клиренс самое главное у него как у полноразмерного кроссовера я бы даже сказал практически как у джипа двести двадцать четыре миллиметра немаловажное но и в принципе как у многих корейских автомобилей двигатель дизельный работает в паре с автоматической коробкой переключения передач комплектация сегодня у нас представлена white edition и в данной комплектации очень обширный список опций там начиная от беспроводной зарядки заканчивая там адаптивным круиз-контролем кожная обивкой салона также у нас идет отключаемый подключаемый точнее полный привод подогревы передних сидений также продувы передних сидений подогревы заднего ряда сидений в общем опции в данной комплектации достаточно много ну и в целом наверное это будет самая дорогая комплектация у данной модели автомобиля также у нас стоят штатные фирменные литые диски пришел автомобиль на летней резине и кстати состояние у данного автомобиля тоже пред идеальная 2020 года выпуска этот автомобиль с пробегом всего 41 тысячи километров отправится он к нашему клиенту андрея также в московскую область город мытищи оптика у нас идет линзовая небольшая лет полоска поворотники также присутствуют противотуманные огни формы данного кроссовера полноразмерного они довольно такие агрессивные я бы сказал мало на что прохожие то есть с японцами и опять же с корейцами популярными с чем-то мне сравнить тяжело какие-то вот у него индивидуальные довольно грубоватые но но индивидуальные формы получились у производителя данной модели автомобиля немаловажным может оказаться для некоторых то что в данной модели автомобиля в данной комплектации представлен именно черный потолок и как я говорил что кожная обивка салона не только сидений на торпеде присутствует кожа и если вот по сиденьям идет строчка сверх дополнительно идет прям вышивка да вот здесь ромбом на сиденьях но это можно где-то в других автомобилях встречать но чтобы вот на торпеде было представлено на передней панели да точнее который располагается перед водителем и передним пассажиром здесь тоже идет вышивка таким ромбом и но есть такое мало где встречал плюс такая же вышивка идет на дверных картах то есть все представлено в одном каком-то стиле и смотрится довольно принципе комфортно кнопка старт-стоп конечно же помощь есть при спуске так как у нас внедорожным автомобиль считается штатная довольно качественная аудиосистема климат-контроль к сожалению у нас не раздельный но еще раз говорю что есть подогревы как переднего так и заднего ряда сидений поэтому если станет на заднем ряду прохладника включаете себе подогрев пятой точки тем более что там есть целых два режима этого подогрева но из интересных опций у нас контроль выезда с полосы контроль до впереди идущего автомобиля автоматическая крышка багажника ну и отключаемые парктроники из систем безопасности также присутствует система антиюза также передачи вы можете переключать в ручном режиме для этого есть дополнительный такой лепесток который располагается на ручке селектора переключения передач стояночный тормоз у нас электронный и также присутствует система авто холд как я и говорил опции здесь предостаточно перечисляй да перечисляй интересно сколько обошелся этот автомобиль для полноразмерного кроссовера с таким количеством опций я бы сказал цена довольно интересно в идеальном состоянии с пробегом 41 тысячи километров данный экземпляр обошелся порядка 3 миллионов 100 тысяч рублей ну вот даже сейчас напишите в комментариях да рассмотрели бы во первых себе подобный кроссовер да и скорее и ну собственно как вам цена за идеальное состояние автомобиля 2020 года выпуска итак у нас 3 корейский автомобиль на сегодня лево руки и 3 уезжает московскую область данный экземпляр отправляется к нашей клиентке натальи и смотрите обратите внимание на морду этого автомобиля напоминает очень сильно новый автомобиль китайского производителя zikor то есть у них очень похожи оптика общей черты знаете передней части автомобиля в общем просто по просто подметил под капотом у kia sportage собственно kia sportage перед вами не zikor это дизельный автомобиль под капотом двухлитровый турбодизель на 186 лошадиных сил модификация у нас с передним приводом расход топлива у такого автомобиля от 8 литров на 100 километров у натальи главным критерием насколько мне сказали было наличие панорамной крыши собственно это требование выполнено в данной комплектации есть панорамная крыша здесь также раздельный климат-контроль кожаный мультируль кожаная обивка салона какая-то накладка осталась на торпеду от корейца ну и в целом сказать что sportage очень популярный автомобиль не могу вот опять же на западе да я встречал их очень много но если сопоставить там поставки хендай там санта-фе сан юнг там каранда рекстон и sportage sportage наверно будет на последнем месте просто ну а так в целом вот за подобные экземпляры здесь пробег 83 тысячи километров есть незначительный подкрас цена на выходе в городе владивостоке 2 миллиона 250 тысяч рублей если кто-то задача сколько стоит сейчас доставка такого автомобиля в москву то порядка 140 тысяч рублей стоит доставить подобный кроссовер из владивостока до москвы либо поездом либо автовозом и вот опять же автомобиль точнее двигатель данного автомобиля работает в паре с автоматической коробкой переключения передач по опциям в данной комплектации электропривод передних двух сидений также подогрев и продувы передних сидений подогрев руля присутствует круиз-контроль есть в этом автомобиле здесь стоят штатные фирменные литые диски достаточно вместительные задний ряд сидений и также есть подогревы два режима целых но корейцы часто собственно обеспечивают свои автомобили подогревом заднего дивана и именно в двух режимах всегда вот по этим опциям иногда корейцы прям вот цепляют то есть почему бы это не так дорого наверное их добавить и при стоимости 2 200 я считаю это хорошая цена за может быть не полноразмерный кроссовер это конечно больше паркетник но цена я думаю для такой комплектации состояние этого автомобиля достаточно хорошая даже при наличии большого количества опций у нас нету автоматического открывания пятой двери при этом получается еще жирнее могут быть комплектации данного автомобиля пятиместная комплектация то есть насколько я знаю у них только пятиместные комплектации но при этом остается собственно вместительный багажник часто и скорее приходит в основном что родные коврики лежат в пакете их завода просто убирают и кладут такие имитацию ворса но это резиновый такой ворс в котором все застревает возможно они для кого-то покажутся неудобными но как факт и скорее вот в корее предпочитают вот эти ковры постелить думаю сейчас вы видите их на своих экранах и не только там корейского производителя до автомобиля но и европейцы приходят с подобными коврами вот такой кроссовер корейский мордой похож на китайский автомобиль zikar в целом неплохо выглядит много говорю еще раз встречал такие в поездки своей в москве напишите в комментариях обязательно как вам из сегодняшних автомобилей это самый но собственно доступный автомобиль получился 2 200 но и в целом из кореи привести какой-то автомобиль дешевле полутора миллионов рублей ну затруднительно поэтому я всегда там видео везде рассказываю что самым доступным направлением сейчас остается собственно японское направление но не стоит забывать что и скорее можно привести сейчас автомобили европейского производителя это бмв volkswagen audi mercedes также леворуких японцев там можно найти да вот к чему я это говорю что там именно леворукие экземпляры продаются потому что европейцев можно и в японии найти но только на правом руле поэтому если нужно просчитать там европейца какого-то интересуетесь не можете найти на рынке дилер к сожалению перестал их поставлять либо еще какие-то объективные причины типа утилей которая продается огромнейшее количество до на разных торговых площадках которые представлены в интернете в корее можно найти интересующие собственно экземпляры и как вот данный спорт эйдж подбирали мы как grand star x подбирали много автомобилей подбираем в корее наш специалист выезжает полностью осматривает автомобиль лакокрасочное покрытие техническое состояние то есть горят ли какие-то ошибки как работает двигатель все это описывает и вы уже принимаете решение покупать или не покупать тот или иной автомобиль но собственно мы это все дело сопровождаем вплоть до доставки в ваш город это были самые популярные автомобили поставляют из южной кореи и чтобы увидеть еще не забывайте подписаться на наш youtube канал и вы увидите не только автомобили из южной кореи но и из китая и из японии и все наши социальные сети также доступны в описании под этим видео всем огромнейшее спасибо за просмотр данного видео ряда с вами был константин компания приорити авто еще обязательно увидимся пока компания приорити авто надежный поставщик автомобилей с аукционов японии подбор автомобиля покупка доставка растаможивание приорити авто ваш надежный поставщик а 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 как а